Усилиями командования российского миротворческого контингента домой удалось вернуть 55 граждан Армении и 15 граждан Азербайджана. Об этом сообщил в пятницу заместитель начальника Центра российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин. Благодаря усилиям командования российского миротворческого контингента состоялся очередной обмен пленными между Азербайджаном и Арменией. В Баку возвращен один военнослужащий, в Ереван доставлено пять армянских граждан. Всего удалось вернуть домой более 55 граждан Армении и 15 азербайджанцев, сообщил Перепелкин. По его словам, обеспечено безопасное прохождение 11 автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана в зоне ответственности миротворческого контингента. Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач по контролю за реализацией достигнутых договоренностей о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе. За прошедший период нарушение режима прекращения огня не отмечено. Благодаря усилиям командования российского миротворческого контингента вчера состоялся очередной обмен пленными между Азербайджаном и Арменией. В Баку возвращен один военнослужащий, в Ереван доставлено пять армянских граждан. Всего удалось вернуть домой более 55 граждан Армении и 15 азербайджанцев. Российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение на территорию Нагорного Карабаха беженцев. На сегодняшний день вернулось 51 635 человек. Обеспечено безопасное прохождение 11 автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана в зоне ответственности миротворческого контингента. Российскими инженерно-саперными группами продолжается поиск и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 944 здания, в том числе 27 социально значимых. Более 240 километров дорог. Очищено 820 гектаров территории. Обнаружено и уничтожено 23 889 взрывоопасных предметов. Группами Центра гуманитарного реагирования во взаимодействии с Нужнородным комитетом Красного Креста и с привлечением представителей Азербайджанской и Армянской сторон продолжается поиск тел погибших военнослужащих в Гадруцком, Лачинском, Джебраирском и Физулинском районах.